Сегодня очень хорошее у нас служение, когда у нас была вечеря Господня, и мы видели хлеб, мы видели чаши, то есть мы рассуждали о теле и о крови Иисуса Христа, это тоже дает нам огромное единство, это дает нам огромное благословение, единство как о Церкви Божией. Кроме этого, я верю, что у нас есть призвание, у нас есть цели, у нас есть намерение, как двигаться дальше, чтобы Бог нас благословил, чтобы Церковь росла, чтобы люди спасались, и Бог действовал в наших церквях, в наших кемпусах так, как хочет Он, амэн, Церковь Божия. А вернее сказать, чтобы Бог действовал так, как Он хочет в твоей личной жизни и в твоей семье, а Он хочет это делать. Это Его цель. Потому что Бог, обращаясь к Церквям, Бог, обращаясь к Церкви от бытия до откровения, Он всегда, часто, всегда мы находим в священных писаниях примеры, где Бог обращается лично к человеку и разговаривает с человеком. Иногда Бог общается, разговаривает с человеком после, когда уже, наверное, мы думаем, я бы уже все, я бы уже весь бизнес закрыл, я бы уже дел не имел с таким человеком. А Бог продолжает, а Бог продолжает стучать и благословлять нас. Это большое благословение, когда мы вспоминаем о том, что Иисус Христос совершил для нас, потому что вечеря Господня – это воспоминание, одно из названий – это воспоминание и размышление. И я вам хочу сказать, что твое и мое спасение, оно было не только с того момента, когда ты его помнишь, когда ты пришел в церковь, когда ты первый раз помолился, когда ты вышел вперед, возможно, покаялся. Твое спасение и мое спасение началось оттуда. От креста. Началось оттуда, от Вифлеема. История твоей жизни началась не оттуда, откуда ты помнишь свои детские какие-то воспоминания, самые далекие детские воспоминания. История, она началась еще оттуда, с Едемского сада. Она еще началась оттуда, и она имеет вот настолько огромнейшее благословение. И Бог сегодня, мы проповедуем Иисуса Христа живого. Мы не проповедуем Иисуса Христа как историю. Мы проповедуем Иисуса Христа живого в твоей и в моей жизни. Он наполняет тебя своим святым духом. Интересно еще, что весь что говорит нам вечеря. Она говорит нам о вечности. Она говорит нам, что мы проповедуем Христа, который до его пришествия второго. Мы возвещаем смерть Господню, доколе Он придет. Это говорится о том, что ты и я. Мы с тобой в вечности. У нас не просто отрезок какого-то жизненного периода здесь на земле. Но Бог, Библия нас утверждает в вечности со Христом. То есть, это прекрасно. Это что-то такое могущественное и величественное, что Бог хочет нам открыть. Поэтому каждый раз мы собираемся, проповедуем Слово Божие, вникаем в Священное Писание, стараемся взять эти благословения для того, чтобы, пойдя домой, те, кто сегодня выходили и молились, а кто-то не вышел и не помогал, для того, чтобы кто-то постеснялся, а кто-то из места молился и говорил, Господи, Ты знаешь мои немощи, знаешь мои болезни. Я верю, что Ты мое исцеление. Я сегодня хочу задать вопрос себе и нам с вами. Господи, я хочу сегодня взять Слово Божие, просто вот для себя взять то, что я могу применять в моей практической жизни. Мне хочется взять то Слово, которое бы действовало в моей жизни и в жизни вашей, дать то Слово, чтобы Дух Святой сегодня дал вам то Слово, которое могло бы практически мы можем применять, жить им, двигаться им, достигать каких-то побед в своей жизни, провозглашать это Слово в свою жизнь и в жизни многих других людей. Потому что что такое Слово? Что такое вера? Вера – это то, что где-то там глубоко внутри мы услышали, что кто-то рассказал об Иисусе Христе. И у нас появилась вера, и если твоя вера в тебе есть, то ты начинаешь это озвучивать. Ты говоришь, я поверил, я верую. Я стараюсь никогда не применять слишком много своих личных примеров. В последнее время я хочу, чтобы все внимание было сконцентрировано на об Иисусе Христе. Но вот честно скажу, мне сложно удержаться, потому что я верил раньше. Но был момент, когда мне нужно было, я тогда еще ходил в школу, когда мне нужно было сказать, и меня, помню, объявили на всей школьной линейке, это еще были 80-е годы, и я так был горд, что я вышел с другими баптистами, отсталыми, которым ничего, нигде ничего не грозит и никаких перспектив, и меня вывели вперед, как верующего человека. Богомольца, баптиста, как называли, не знаю. Но вот вывели меня туда. И я помню вот этот момент внутри. Господь, как Он был близок тогда ко мне. Как хотелось поднять голову. Я наконец-то нашел в себе силы исповедовать веру в Иисуса Христа. Моя жизнь повернулась. Отсчет моей жизни теперь идет от этого времени. Я взял это, я понимал, что это в то время учили, как никогда. Мы сейчас много проповедуем, это правильно, хорошо, о благословениях, о привилегиях. Но, друзья мои, в то время очень много учили об ответственности. Если ты стал верующим, то ты должен быть. Лучшее поведение, лучшие черты характера. На работе должен быть лучше, работа твоя должна быть. Я знал, на что я иду. Мне было около 14 лет, но я знал, что это значит. Слава Господу, друзья мои. Я хочу оттолкнуться от Слова Божьего. И немного сегодня поговорить на такую интересную тему, которая очень сильно связана с тем, что Иисус Христос совершил на кресте. Это Евангелие Матфея. 21 глава. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Последние три стиха. 28 по 30. «И я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё, оно легко». Иго и бремя. «Придите ко мне все». Он зовет всех, кто нуждается, в кого есть какая бы то ни была нужда. Духовная, физическая, душевная, материальная. Или лишь любая нужда. Ты чувствуешь, что тебе нужен, просто нужен тебе человек. Мы объявили и объявляем периодически в церкви вот эти предбрачные консультирования. Приходит время, дети вырастают. Приходит время, когда человек понимает, мне нужен кто-то. Я сам не справляюсь. Мне нужен кто-то. Нам нужен. И приходит такой момент, когда человек осознает внутри, что ему нужен. Нужен тот найти того, кто в принципе твой архитектор, твоей жизни, твоей души, вообще тебя самого. Он твой создатель. И душа человека, она ищет. И Иисус об этом проповедовал открыто. Он обращался к людям. И он говорит, «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мою на себя. Возьмите иго мою благо, и бремя мое легко». Вот это, наверное, больше еще хотел бы так порассуждать именно о бремени. Потому что мы живем в хорошее время, комфортабельно приехали, комфортабельно сидим. У нас все тут, температура не выше, не нынешней. Температура в этом зале, я думаю, максимально прыгает. Градус больше, градус меньше. И все, эти все технологии, они регулируют, чтобы нам было комфортабельно, как и у нас дома. И нам хорошо. За окном где-то там дождь, за окном где-то снег, за окном ветер. А тебе хорошо и приятно быть в доме на своем любимом диване, если хватает времени. В Америке покупают диван, я не знаю, в основном для интерьера, но женщины покупают для интерьера. Мужчины, чтобы на нем, ну, в конце концов, когда-нибудь присесть или прилечь, чтобы не убежал. Я так шучу, диван, если на него не прилечь хотя бы раз в месяц, он убежит. Нам нужен этот диван. И нам так хорошо и комфортно. А где найти комфорт душе своей? Сколько сегодня люди носят бремен? Заранее скажу, что в коридоре я слышу очень много свидетельств. Знаете, где я больше всего слышу свидетельств? Не на Ютубе, хотя их там очень много, не на каких-нибудь, даже не с кафедры. Мне Бог дал такую благодать, что я очень много слышу свидетельств вообще вне или на коридоре, или где-то в таких простых ситуациях. Это домашние группы, это может быть общение один на один с человеком. Я слышу реальные свидетельства Божьих чудес в жизни людей, и это меня сильно, сильно вдохновляет. Но в то же самое время, в то же самое время я слышу много проблем. Человек приходит и говорит, у меня были такие нападки, я сражался сегодня, сражался с этим. Человек на 30 тысяч украли и раскишили. Работы не стало. Болезнь придавила. Нужно прославлять Господа в воскресенье, а в пятницу у человека просто, просто он не может, ему нужно вести прославление, а у него в пятницу все, там горло, нос, ну все заложено. А у нас, между прочим, торжественное служение намечается, вот эта годовщина была. И таких различных, различных, какие-то внутренние сражения, их очень и очень много. Разговаривая даже с неверующими людьми, обращаясь с неверующими людьми, приходя на работу, и как-то отталкиваясь, ну иногда ты не можешь сказать, слушай, ну что произошло в твоей жизни? Человек начинает, он просто простой неверующий человек, он не выдерживает, у него слезы из глаз, потому что что-то не получилось в его жизни. Какое-то бремя кто-то положил на его плечи, и он его несет. И он его тащит. И он уже настолько, это бремя, оно настолько становится иногда, так долго несет человек, или оно настолько берет власть над человеком, что человек думает, наверное, это уже моя судьба, наверное, это уже моя доля, у меня уже все тащили. И Иисус, который проповедовал здесь евреям и другим людям, которые его слушали, уже 90 лет, как Римская империя была там, над этими людьми, которым он проповедовал. И это было одно из бремени, этого власти, когда кто-то пришел, завоевал, овладел, и это было одно из тех, что тащили люди. А потом какие-то внутренние ожидания. И вдруг такое заявление, Иисус говорит, красивая проповедь, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И придя ко мне, вы должны взять, взять мое иго и мое бремя, то есть что-то оставить, а что-то взять. Я что-то беру, а что-то оставляю. Прямо сегодня, здесь, я в этом служении, что-то оставляю. Даже в вечере Господней, я что-то оставляю. Друг мой дорогой, ты не просто вышел вперед, помолитесь, помажьте елеем, как это уже делают много-много раз, и ты это видел, а может первый раз. Я не знаю, ты вышел. Я что-то здесь оставляю. Я оставляю свои сомнения, я оставляю свои переживания. Я что-то здесь разгружаюсь от чего-то, потому что тот же Иисус. Друзья мои, когда я что-то говорю, это я говорю. Но когда я читаю Слово Божие, где Иисус говорит, придите ко мне все, остав свое бремя, сложи свое иго, вырвись из этого ярма, из этого тяжелого ножа, и возьми мое иго. Это тот же самый Иисус сегодня. Он такой же самый. Амэн, братья и сестры. Сила Духа Святого, она та же, она в тебе. И тогда мы задаемся вопросом, когда мы от чего-то освобождаемся, когда мы что-то снимаем с себя, это говорит человек, мы называем это одним словом, свобода. А что такое свобода? Возьмите домой, придите и прогуглите, что значит свобода, Википедия, другие всякие справочники, словари. А как ответить, что же такое свобода? Интересный вопрос, правда? Об этом можно, оказывается, говорить бесконечно, оказывается, это глубина. Что же такое свобода? Простое слово, мы его хорошо понимаем. А оказывается, в этом есть, можно много думать и много размышлять об этом. Я, наверное, сказал бы просто, для меня, наверное, свобода – это способность выбора. И на основании священных писаний, это, наверное, когда я могу выбирать. Это когда приходит текст-месседж и говорит, ты приедешь? Да, я приеду. А мог бы написать, нет, у меня не получается. Это способность делать выбор, принимать какое-то определенное решение. Это свобода. Свобода – это когда у тебя есть способность. Способность, а у нас есть эта способность от Бога и от силы Божьей. Когда тебе… Потому что нам много очень предлагают. И если бы мы так реагировали и поддавались на то, все, что нам предлагают. Возьмите простой пример, хотя бы то, что нам хотят продать. Вот вы придете домой, послезавтра откройте свою почту, свой мэлбакс. Да, сегодня вы откроете, телефон откройте, там уже вам будет постоянно куча предложений. Если бы вы хотя бы маленькую долю всего этого купили, то у вас счет опустил бы в течение часа. Если все начать. Принимать. Свобода – это способность выбирать, это способность, я бы сказал, на основании Писания что-то отвергать и от чего-то отказываться. Это вложить себя туда, что даст бенефит и что даст реальный результат, что тебя не обманет, что тебя не подведет, что даст всходы, что даст плоды, потому что в наше время мы привыкли заплатил-взял, заплатил-взял, купил, принес домой, заказал, даже подождал максимум какое-то время от Амазона, и Амазон тебе привез и положил под твои двери. Мы привыкли к этому. Одно основание из Священного Писания – это что-то другое. Это ты положил семя, и ты в ожидании. Ты положил семя, и ты в ожидании. Если ты положил семя, если ты взываешь к тому, кто дает дождь и благословение, это семя обязательно взрастет. И то, о чем говорил сегодня Валентин, неважно в духовном или материальном или физическом, если ты положил семя веры, глубоко в свое сердце, если ты исповедовал это устами своими, если у тебя есть вот эта свобода ожидания, свобода – это ожидание, оказывается, это благословение, потому что ты уверен, земледелец, он уверен, да, он взывает к Богу, дающий ему дождь, ранний и поздний, но он уверен, иначе бы он не делал бы, так тяжело бы не работал, чтобы собрать урожай. И потом радовался дом, радовались дети, радовалась семья, радовались люди, окружающие Господи, и ты пришел домой и сказал бы, Господи, у меня много, я благодарю Тебя, что я могу дать, у кого нету, Ты меня благословил, у меня много Твоего благословения, а как в вопросе духовного плана, а как в вопросе духовных благословений, дорогой друг, у тебя их столько этих благословений, что ты можешь их сегодня раздавать, и чем больше будешь раздавать, тем больше будешь иметь. Вокруг тебя очень много людей банкротства, духовным банкротством, физическим, душевным отношением, банкротство в отношениях, банкротство в каких-то мыслях своих внутри, и никто не может на это дать ответ. Сегодня многие могут предложить курсы, могут предложить школы, могут предложить, я имею ввиду, неверующих людей, могут предложить что угодно, религии какие-то предложить, каких-то, чем дороже, тем кажется лучше. И оно ничего не работает, а у тебя есть, а у тебя есть, чем ты можешь просто поделиться. Какие, что, почему я могу быть свободен и говорить о свободе, потому что Иисус Христос там на кресте написано, Он взял, Он сказал здесь, а потом через короткое время Он взял твои немощи и твои бремена, Он взял все твой груз на себя. Я так когда подумал, Господи, а какие бывают бремена, и что Иисус Христос взял, уже приближаясь к смерти, когда ученики видят все это торжественной въезды, они, наверное, они видят все то, что совершил Иисус до Гефсиманского сада, никто другое сделать не мог. Никто другой, никто другой того, и сколько сделал Иисус, никто не мог сделать. И ученики были уверены, наконец-то мы нашли, и один из них так и говорит, они рассуждали, многое, что не понимали, но они говорят, наконец-то мы нашли Мессию. Все хорошо. Иисус реально столько сделал, об этом не так много написано в Евангелии, но написано, что он очень много сделал. И ученики были уверены в торжественный въезд. Но почему-то Гефсиманский сад, он понуждает после той же самой вечери Господь, тайной вечери, после того же самого, когда сегодня мы тоже что-то подобие, у нас была вечеря с Господом. Иисус, они оказываются в Гефсиманском саду. Нам описывается интересная история. И вот там написано, есть Иисус Христос обращаясь к Отцу Небесному и молясь. Перед этим он попросил учеников, можете ли вы бодрствовать здесь со мною один час. И пошел на какое-то расстояние небольшое, преклонился там над этим камнем и там взывал к Отцу Небесному, у него был разговор с Богом. И вот там такие слова Иисуса, душа моя скорбит смертельно. Вот одно из бремен я так определил для себя и из наблюдений есть вот эти душевное бремя. Вот когда душа просто болит. Иисус так и сказал, моя душа скорбит смертельно, потому что смерть пришла к Нему вот настолько близко и Он ищет кто бы побыл с Ним, Ему как никогда нужна поддержка, а тех, с кем Он проводил время, с кем Он ходил, с кем, кому Он открывал глубокие тайны, с кем Он разговаривал, за которых Он молился, тех, которых Он взял с ниоткуда, они, наверное, даже не предполагали, что Он их может взять с ихних рыбацких лодок или или с их книг, знаете, вот этих книг, где собирали подать, или с этого скамейки, вот такой, ну, кто оттуда может взять, как можно взять оттуда человека, себе в ученики, и Он ищет вот этой помощи, душа скорбит смертельно, побудьте здесь со мной, Он обращается, Он возвращается к ученикам, находит спящим, нету понимания, нету, нету вот этих ожиданий, того, что Он ожидал, и нету понимания со стороны учеников, что происходит, они так и не понимают, они думают, они, наверное, не раз видели Иисуса Христа молящегося, они не раз, они понимали, Иисус выйдет с любой ситуации, Он выведет с любой ситуации, выход будет, потому что мы тонули на море, мы спаслись, мы, у нас не было, что кушать, у нас появилась пища, вышел одержимый, которого ничто не могло, Иисус его освободил, Иисус, и мы скандировали, они ходили с этими, о, Иисус, мое решение всех твоих проблем, аминь, я верю в это, это истина, и поэтому они, наверное, к этому настолько привыкли, к этому, что решение Иисус всех проблем, что для них было сложно понять этот гефсиманский сад, и слава Господу, друзья мои, я не знаю, эти бремена очень интересные, такие сложные достаточно, вот этих душевных, терзаний, мук, переживаний, они очень сложные, эти бремена, и многие несут эти бремена, и многие люди тащат эти бремена, и слава Господу, что, и ты вдруг понимаешь, церковь не слышит, близкий друг не понимает, хотя и верующий, и в семье, может быть, даже не поняли, папа с мамой не понял, тебе 14 лет, тебе 15 лет, и вот этот бурный возраст, когда энергии столько, я думаю, знаете, чем отличается 50-летний от 15-летнего, я так, ну, на себе буду говорить, окей, можно на себя пальцем показать, ну, когда было 11, то 50 лет хочется уже, я пошел спать, короче, а в 15 лет у тебя куча дел, тебя там друзья ждут, тебе хочется где-то потусить, тебе хочется где-то общения, о, сегодня в церкви общение, и если уже, так классно, вот в 11 часов у меня в 15 лет было самое лучшее вот это общение с друзьями, я уже с верующими общался в это время, слава Господу, и это было классно, какие-то, чем позже ты молился, где-то ночью, мы молились вместе, о, Господи, это самая классная молитва, спать не хочется и отдыхать не хочется, у тебя куча энергии, но ты воткнулся в какую-то проблему, тебя что-то надавило, тебе что-то, ты куда-то вперся, тебя не поняли, папа с мамой сказали, нет, ты сегодня не пойдешь, и на сердце такое, вот душа моя, скорбить смертельно, душа моя, скорбить, я не поняли, а вы знаете, от этого момента у человека может быть это самый очень сложный момент, человек может, а Бог, и вдруг Писание тебе говорит, знаете, вот есть разница, у меня еще чем отличается 50-летний, 50 лет у меня уже есть опыт, я хочу сказать, с полной верностью, Бог верен, если бы я вернулся, а в 15 лет его нет, я об этом чуть позже еще скажу, но я хочу сказать, что если бы я вернулся к своим 15 годам, я бы еще больше, искал бы Господа, в 50 лет я понял, ну еще раньше, слава Господу, что когда родители говорили, нет, это благословение, возможно, это испытание, но это благословение, Иисус Христос прошел, прошел этот путь, если родители не поймут, церковь не поймет, брат не поймет, служитель не поймет, пастырь не поймет, епископ не поймет, а почему они тебя должны понимать? У тебя есть, знаешь, 15 лет ты уже можешь разговаривать с Богом, ты уже можешь иметь серьезные взаимоотношения с Господом, ты можешь выслушать мнение папы, мамы, епископа, пастыря, брата на коридоре, и старшего брата, еще кого-то, ты можешь выслушать мнение, Но тебе нужно пойти и найти то место, как Иисус Христов, чтобы освободиться от этого душевного бремени. Тебе нужно найти место, где тебя будет укреплять сам Господь, Ангелы Божии и Дух Святой. Потому что Бог говорит, я не дам своей славы другому. Я знаю, что помазание действует. Я знаю, что родители – это благословение. Церковь – благословение, дары служения – это благословение. Ну, 15 лет тебе уже надо, потому что сегодня столько предлагает дьявол, столько этих обманов и лжи. Друг дорогой, тебе нужно уже вот иметь крепкий. Я знаю, что это так. Всех, кто в Доме Божьем, это так. Это просто как маленькие утверждения истины Божьей. Тебе нужно найти укрепление от Господа. Напрямую. Иисус Христос прошел достойно. Он взял твое душевное бремя. Следующее, когда уже Иисус пришел очередной раз, ученики снова ничего не получили. Они так ничего и не поняли, что происходит. Он приходит, встаньте, пошли, приближается. И уже там где-то шумы, идет Иуда Искариот, идет предательство. Это очень больно, это очень тяжело. И многие люди тащат это бремя. Его предали. Его не нужно долго тащить. И Иисус знал, куда он идет после молитвы. После молитвы тебе не страшно будут многие вещи. После общения с Богом тебе не страшно будут многие вещи. Тебе будет легче проходить непонимание, предательство или обиды, или какие-то внутренние вот эту борьбу. Почему? Потому что ты поговорил с Богом. И даже если ты ничего особенного не почувствовал, тебе будет легче проходить. И они приближаются. И вот здесь мы видим, что следующее бремя, которое взял Иисус Христос на Себя, Своей смертью, Своим страданием, это физическое бремя. У нас часто много физических бремя. Не самое легкое физическое бремя, это нам нужно завтра идти на работу, бизнес делать, все вот эти вот дела нужно решать. Легко работать. Знаете, как многие люди говорят, да вы в Америке тут так пашете, что... Ну, это работа, это я считаю не бремя, это благословение. Но оно бывает, оно бывает слишком давит. И Господи, где найти этот баланс? А если бремя физических каких-то болезней, болезни какие-то, а если какие-то финансовые бремена налегли, пришло, Антон, ты не знаешь, как рассчитаться? Или такие, я хочу обратить внимание, что произошло здесь, потому что Иисус Христос точно знает, Ему есть дело до твоего, до твоего... Есть интересное обетование Божие, есть интересное благословение Божие, которое, чтобы искали Бога, доколе не найдут и не ощутят ли Его. Оказывается, физически мы можем ощущать эту реальность, любовь Бога физически ощущать. Ну, как мы с детьми, вот эта любовь с детьми, с муками, ааа, вот эти обнимашки, нам нужно вот это прикосновение друг к другу. И это такое благословение, вау! Или когда ты просто обнимаешь своего ребенка. Нам нужно вот это физически. И Иисуса взяли, Его повели, и знаете, настолько, настолько над Ним все издевались, насколько, настолько эта толпа избила, унизила Его, что Ему... Ну, мы знаем все об этом, что написано в Священных Писаниях, что Он претерпел. Сюда включается насмешки, сюда включается поругание, сюда включаются все эти побои. И у них была только одна задача, чтобы Он дотянул до креста, до Голгофа. Потому что, когда возложили крест на... Ну, хотя это все по пророчеству, потому что они... Ну, кто тогда в те времена, когда они ведут Иисуса, Мессию, кто тогда может... Кто на пророчество обращает внимание? Хотя римская власть, это только... Это только были исполнители вот этого, или, вернее сказать, наблюдатели. А религиозная власть, она была вот за тем, кто задумал все это и делает. И, кажется, они должны были знать все это, то, что говорил Бог еще веками до этого. Ну, кто тогда обращает внимание на это? Кто тогда обращает внимание? Толпу не остановишь. Это как такое мощное оружие толпа. Она толпа кричит, разъярованно кричит. И одна только цель, чтобы довести до Голгофа, и чтобы там успеть его еще прибить живого и вознести на крест. Здесь произошло очень сильный надлом. Это коснулось многих людей, следовавших за Иисусом, веровавших в Иисуса, коснулось очень многих, потому что они думали, что же происходит. И у них оставалось очень мало надежды. Очень мало надежды. А может, он действительно сойдет с креста, как все скандируют, как вся толпа кричит. Может, он действительно сойдет с креста и покажет, что он царь и Господь. Я же верю, что он царь и Господь. Бывает такое состояние? Я верю, у меня нет недостатка в вере. Верю, Господь, что ты мое спасение и мой помощник. Но все, кто стояли у креста через время, видят, что он действительно мертв. Что действительно его тело снимают, действительно его несут. И уже к вечеру, утром, рано утром взяли. Посмотрите, насколько, если религиозная власть могла так это все сделать, то, кажется, римская власть, это же все-таки право. Самая совершенная, наверное, цивилизация на то время это была. Но так все быстро сделано, без исследований, без расследований. Уже к вечеру тело положено в гроб и запечатано, и даже стража стоит. Все. Полная гарантия, полная страховка. Ни тело не украдут. Нету больше этих возмущений в народе. Проблема решена. Вроде решена, но почему-то завеса разорвалась. Много вопросов. Я не думаю, что были вопросы. Это тяжелое бремя физических страданий. И Иисус взял на крест, порассуждай об этом дома, когда что-то болит, когда тело болит, когда болезнь атакует тебя или твоих родных, или близких. Возьми обетование. Это знаешь, почему это совершено было? Это было совершено, потому что Божье обетование, верное истинное. Ранами Его ты исцелился. Амин. Ранами Иисуса Христа ты исцелился. Начни это озвучивать. Иисус, ты пошел туда. И мы видим, что священники, наверное, пошли решать проблему с завесой. Римские воины. Все, дело сделано, печать поставлена. Все, закончен процент. Отойдите. Ученики сказали, Петр, пойду ловить рыбу, а что еще делать? Разбегаемся каждый по своих делам. Разбегаемся. И мы видим, что вот это физическое бремя Иисус тоже понес на себе. Он понес его глубоко в ад. Есть еще одно бремя, тяжелое бремя, которое тяжелее душевного и физического. Это бремя некоторое духовное. Духовное. Когда вера твоя терпит серьезные испытания. Когда ты оказываешься в серьезной переплавке. И ты даже не знаешь, ты сгорел или очистился. И ты думаешь, у тебя появляются вот эти сомнения, или ты золото очищенное, или ты сгорел. А сколько мусора у нас, правда, горит в этих всех, бывает, как часто мы попадаем в этот огонь. Я имею в виду хороший огонь. Не зря ждано нам обетование. Пойдешь через морские пучины, не пойдешь через огонь, не опалят тебя. Но ты, наверное, все-таки пойдешь через него. Ученики находятся там, в этом субботнем покое. Типа, как покое. Почему нам Писание говорит, что истинный покой только в Иисусе. И вот здесь интересная вещь. Кажется, все глубже и глубже проблемы. Кажется, все глубже и глубже вопросы. Кажется, вот эти бремена пригнули тебя. Если ты носил тяжелую вещь, ты не можешь уже носить ее в руках. Тебе еще положили ее на плечи. И когда тебе положили тяжелый вес на плечи чьей-то власти, чьих-то желаний, чьих-то, может быть, притязаний на твою жизнь и на твою судьбу, ты уже идешь вот так. И все, что ты видишь, людей не видишь. Красивой природы и создания Божьего не видишь. Ты видишь только вот это все. Вот это тяжесть. Хотя обычно там идут многие, там даже травы ты не видишь зеленой. Ты видишь вытоптанную пустыню. Вот все, что ты видишь под тяжелым временем. И тебе кто-то дал паек, ты поел и снова несешь. Тебе кто-то дал попить, чтобы ты не умер, и ты снова несешь. Но я хочу, что в Писании есть такое интересное благословение. Ободрись, народ, потому что что сделал Иисус? Что Он сделал с этим бременем душевных страданий, физических переживаний, болезней и недугов? Он сошел в места преисподние, но Он сошел туда, чтобы возвестить и сказать, «Я победа!» и весь ад пришел в страх и в ужас, потому что Он сошел туда, проповедовал. Он зашел туда со властью и силой Его сыновства, Его имени. Раб не пребывает в доме вечно, но Сын пребывает вечно. Бог тебя хочет освободить от этих бремен, для того, чтобы ты понял благословение сыновства Божьего. Амэн, Церковь Божья! И Он сошел туда как власть. Он не изложил, написано. Он отнял, во-первых, Он отнял эту власть. Кайлосянам, вы помните этот стих священно? Он отнял силы у власти, власно подверг их позору. Амэн, Церковь Божья! Но Он туда сошел, за тебя и за меня. О, Господи, поэтому я во время прославления могу поднимать руки. О, Господи, поэтому во время своих немощей я могу ликовать в моем Боге. Поэтому я могу провозглашать Его победу. Он взял все мои духовные бремена и отнес туда, в ад и преисподнюю. И ад пришел в страх. Там провозглашена была победа Иисуса Христа. Там была провозглашена свобода Иисуса Христа. Еще открою один стих, который записан в 12 главе к евреям. Не получится прочитать все стихи, но здесь есть интереснейший стих. Автор послания к евреям нам написал. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя. И запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, «Пренебрегший позором и воссел одеснуе престола Божьего». О, Господи, слава Тебе! Оказывается, автор послания к евреям, он знал, что такое iCloud. Кто пользуется iCloud? Я вчера уточнил у сына. Да, я плохо разбираюсь в этих всех технологиях. Не так хорошо, как хотелось бы. iCloud переводится же как облако, точно. Я знал, что оно переводится как облако, мне как бы не нужен переводчик. И вот мы туда, вот не может твой телефон, твоя мозги не могут столько информации накопить, чтобы тебе вот на любой вопрос иметь ответ. Или чтобы всякую информацию вот там хранить. Бог дал тебе такое благословение, оказывается, забывай. Потому что это еще одно бремя, которое сегодня время на нас налагает. Это поток информации, различной информации, которая так придавливает. Есть информация, которая дает тебе крылья, а ты летаешь. А есть информация, которая тебя просто припечатает плотно, припечатает тебя. Тебе уже ничего не хочется. Оказывается, тогда еще есть столько, оказывается, что столько свидетельств силы Божьей, победы и могущества там у Бога. Оказывается, тогда еще есть Божьи эти терабайты сохранения информации, могущества и силы Божьей во многих людей. Если ты подошел к одному человеку, он ничего тебе не смог сказать. Подошел к другому, не нашел ответа. Подойди к третьему, подойди к двадцатому, подойди к сотому. Найди свидетельство. Но я думаю, что ты уже на первом, на втором найдешь свидетельство, как Бог действовал в жизни этого человека. Это очень важно. Это очень важно входить, вот открывать этот iCloud небесный. И Господи, Ты велик, Ты славен. Я чего-то сейчас не понимаю. Господи, Ты так написал красиво здесь, в одиннадцатой главе, о всех героях веры, Господи. Но Ты там предупредил, что не хватает, не хватает еще. Если бы не хватает времени повествовать о Ефае, о Гедеоне или еще о ком-то, войди в небесный iCloud. Найди для себя свидетельство, славы, силы и могущества Божьего. Есть хороший стих обетования. Знаете, вот это бремя, знаете, этот стих, свергнем с себя всякое бремя. Что делать с этими бременами? Почему Христос не снимает это бремя с меня или с Тебя? Почему я все еще ношу это бремя, годы или еще что-то? Знаете, есть хороший стих священного написания. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Амэн. Свергнем. А что такое свергнем? Низложить, лишить власти. Это провозгласить подчиниться власти другой. Эту власть нужно убрать и подчиниться другой, потому что Христос, я уже читал, взял. Возьмите мое бремя, оно легко. Низложить вот эту власть, которая атакует тебя, и ты уже где-то согласился. И знаете, я думал долго, почему написано свергнем? Ну, если вы учились в 80-е, то вы, наверное, не раз вам приходилось отвечать в школе, что вот, когда была революция, 17-й год, они свергли власть царя, и пришла власть пролетариата. Кто-нибудь помнит эти? Вот очень это вот... А мы же дети были, а нам таких слов учили, такие сложные. Мы ничего в этом не понимали. Пытались промыть наши мозги. Но верен Бог. Я благодарю за верность тех людей, которые были рядом. Которые сказали, есть власть Бога. Свергнуть, это значит оторвать, сбросить. Иногда бремя, оно настолько уже с тебе стало легко, ну, как не легко, оно настолько уже приросло к тебе, уже эти формы приобрело. Ты так пошевелил этот тяжелый мешок, и он там что-то продавил, и ты уже, ну, все, лишь, вот все, тащу. Уже этот там чуть-чуть форму приобрел твоих плечей, и ты уже тащишь. А может, так и треба, я кажусь, белорус. А может, так оно и в этом, и есть мой христианский путь. А может, у меня нет сил, может быть, Иван Иванович победитель. А я, Петр Петрович, не воинственный человек. У меня нет таких способностей. Сегодня Иисус Христос говорит, я, ты просто нужно свергнуть, тебе нужно взять просто эту власть имени Иисуса Христа и свергнуть с себя. Христос еще дал одно обетование. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Никогда не подвергайтесь игу рабства. Если тебе говорят, алкоголь плохо, значит плохо. Если тебе говорят, наркотик плохо, значит плохо. Если тебе говорят, беспорядочные связи плохо в церкви, значит плохо. Мне ничего больше не надо. Мне сказали плохо, это значит плохо. И если будут склонять тебя, дьявол никогда не будет напрямую выходить. Вот тебе нужно тащить эту тяжелую повозку всю свою жизнь. А может быть, и не нужно будет тащить жизнь всю эту повозку. Может твою жизнь, я могу сделать твою жизнь короткой. Ну, с картинками. Такие ситуации сегодня немало, к сожалению. Но если будут склонять тебя неверные, не иди с ними, говорит Слово Божие. Не иди с ними. Если об этом говорит Писание, но ты пытаешься найти какие-то другие, с места, а почему не написано прямо, а почему вот так, как-то косвенно. Наблюдал ли ты, как приучают, как ты думаешь, тренируют в цирке животных? Как тренируют косаток или дельфинов, которые ты смотришь в шоу Дисней Ворлд, чтобы они прыгали, катали тебя на своей спине? Прикормил, заставил. Называется тренировка, дрессировка. Как ты думаешь, тренируют лошадь тащить эту ярму? Ярму это такой вот, ну, одевают на шею, потом привязывают, и она тащит эту повозку. Думаешь, можно взять молодую лошадь, запрячь, и она потащит? Да нет, ее потихонечку. Вот тебе сахарок. Сахарок тебе. Хлебушка кусочек. Вот тебе, дай потру тебя по шее, массаж сделаю шеей. Дай тебе положу что-то, вес на твою шею. А, вроде ничего страшного. А потом, одели ей это ярмой, она уже так, уже привыкла. Ее опять сахарку, вот тебе еще, сладенькое, вкусненькое. А потом привязывают вес, очень тяжелый, желательно вес. Чтобы она, знаешь, не вырвалась, чтобы она тащила, не могла остановиться от всех. И вот это вот, потому что она не рождена. Оно к этому. Ее нужно при... Есть такое выражение в слове, в слышенном Писании. Приручить. Не приручают ее по чуть-чуть. А Писание, оно, знаешь, оно прямо говорит. Не входи в общение с неверными. Не иди под чужое ярмо с неверными. У тебя есть благословение, прийти во вторник на молитву. У тебя есть благословение, прийти на служение. У тебя есть благословение, пойти в домашнюю группу. У тебя есть благословение пообщаться и найти какого-нибудь человека, с кем ты можешь помолиться вместе. Это не стыдно. Это не стыдно. Это благословение носить бремена друг друга. Это благословение носить бремена друг друга. Таким образом, исполнять закон Божий, исполнять Слово Божие, это благословение. Взять то, что Иисус Христос совершил две тысячи лет назад, твоих душевных, физических, духовных твоих, стражданий окажут украинцы. Переживание. И дал тебе свободу. Стой в этой свободе. Используй это практически каждый день своей жизни. Используй это в семье, в отношениях, на работе. Постарайся максимально это использовать. Стой в свободе. Не подвергайся игу рабства. Знаете, чем я похож с 15-летним? Много различия. Но чем я похож? Или чем, наверное, я должен быть похож? Я должен так же сам и бодрствовать. Вы собой немножко другие, сражения другие. Но я должен бодрствовать. Я не могу сказать, да, я верой говорю, что я свободен, но это говорит о том, что я должен бодрствовать. Я должен быть по-прежнему, быть очень внимательным. Или ты в 16 лет начинаешь ездить, или ты в 50 лет уже едешь за рулем, как мне нужно бодрствовать. Для того, чтобы не захватить никакую обочину, которых сегодня так много. Господь верен. Амэн, Церковь Божия. Мы сегодня пребываем в Его победе. Мы сегодня пребываем в Его власти и в Его благословениях. И Он достоин славы и чести. Время молитвы. В нашей церкви мы тоже молимся, Господь. У нас есть несколько лишних минут обратиться к Богу и помолиться. Если Бог призывает тебя, если тебе, может быть, ты согласился, или, может быть, ты хочешь, вот тебе хочется внутренней свободы. Я не говорю, что ты под бременем, я не спешу говорить, что какое-то ярмо на тебе. Но если ты хочешь стоять, если ты стоишь, и тебе хочется стоять, выходи. Это благословение, когда кто-то за тебя помолится. Это благословение выйти вперед без проблем и принять это помазание благословения от Церкви Божьей. Амэн, Церковь Божья. Или просто давайте побудем присутствие Божьим. Аллилуйя, Господь. Мы поднимаемся перед Твоим величием. Мы преклоняем... Спасибо, что вы досмотрели это послание до конца. Мы очень надеемся, что это слово благословило ваш дух и укрепило вашу веру. Если вы хотите получать больше для себя духовной пищи, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, найдите нас на наших социальных страничках. И если у вас появился какой-то вопрос о вере, о Боге, о вашей душе, пожалуйста, пишите нам. Мы будем рады вам послужить. Благословений вам!